Этот гражданин задержан по горячим следам. Он обманом забрал у пострадавшего 100 тысяч сомов. Но арестованный утверждает, что брал деньги по просьбе своего знакомого, который сейчас в тюрьме. Мой знакомый попросил меня забрать деньги. Он в Бишкеке, зовут Мухаммед, сидит в тюрьме. По телефону обратился ко мне, и я забрал деньги. Правоохранители заявляют об увеличении подобного рода телефонных мошенничеств. Жертвами преступников становятся, как правило, доверчивые сельчане. Бывает так, что мошенники звонят и говорят, мол, ваш сын попал в беду в Бишкеке. Срочно нужны деньги. Пострадавшие бегут распродавать имущество и оставляют деньги в условленном месте. А их сын ничего об этом не подозревает и живет себе спокойно. Люди доверчивые слишком. Когда спрашиваешь, дескать, с какого номера вам звонили, отвечают – с неизвестного. Регистрируют в области и факты скотокрадства. Только в Кадамджае с начала года произошло четыре таких преступления. Ущерб оценивается в полмиллиона сомов. Задержан один из подозреваемых. Остальные объявлены в розыск. Мы установили, что скотокрады перевезли украденный скот на рынок в Изгоне и там продали. Мы установили, на какой машине они перевозили. Сейчас идут следственные мероприятия по возмещению ущерба пострадавшему. Ну а этот подросток из Козылки задержан за автоугон. Кроме того, пойман и другой угонщик, который пытался перегнать в Таджикистан чужой автомобиль и там продать. Канад Канеметов, Аделет Муратов, Общественный Первый канал.